За лихачами на трассах МРИЭЛ наблюдают все больше камер. Согласно данным статистики, количество нарушений и ДТП на участках дорог, оснащенных средствами фото-видеофиксации, сокращается в разы. А развитие таких систем правил и оснащения автотрасс региона автоматическими пунктами весогабаритного контроля шла речь на специальном совещании, которое провел глава МРИЭЛ Александр Евстифеев. Глава Республики подчеркнул, что тема обеспечения безопасности дорожного движения с использованием систем фото-видеофиксации имеет несколько социально значимых аспектов. Сейчас она приобрела особую актуальность в связи с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во главе угла стоят сокращение количества аварийно-опасных участков и снижение факторов социального риска на дорогах Республики. Также был затронут вопрос о развитии систем видеонаблюдения в рамках комплекса «Безопасный город». Построение и развитие этого аппаратно-программного комплекса определено концепцией, которая утверждена распоряжением правительства Российской Федерации и методическими рекомендациями МЧС России. Концепция включает функциональные требования, сгруппированные по четырем блокам. Безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, безопасность на транспорте, экологическая безопасность, координация работы служб и ведомств и их взаимодействие. Учреждение «Безопасный город» создано в 2014 году и успешно себя зарекомендовало. На сегодняшний день система видеонаблюдения включает 251 видеокамеру, 149 коммутационных узлов доступа, 87,5 волоконно-орктических линий связи, 15 единиц серверного оборудования и 8 автоматизированных рабочих мест. В ходе совещания обсуждались также вопросы расширения сети охвата системой видеонаблюдения, замены техники, которая выработала установленный срок, а также размеры финансирования на эти цели. Глава республики отметил необходимость увеличения количества камер на аварийно-опасных участках дорог. Это сделает водителей более дисциплинированными, снизит число ДТП и улучшит профилактику дорожно-транспортного травматизма.